Музыка Сложилась традиция проведения этого праздника в разных районах нашей области. Из многих населенных пунктов приезжают чуваши. Звенят монеты и другие украшения на традиционных женских костюмах. Звучат стихи и песни на родном языке, демонстрируются предметы народного творчества и блюда национальной кухни. На какой же благодатной земле мы живем. Особенно это ощущаешь, когда выезжаешь за город и сливаешься с первозданной природой. С Молькино, где проходил чувашский праздник Учук, его окрестности хорошо известны своими достопримечательностями. Сегодня в программе «Самара многонациональная» речь пойдет о чувашском празднике. Живописнейшая праздничная поляна расположилась на окраине села на берегу знаменитого чайного озера. На праздник приехали люди разных национальностей, чтобы увидеть выступления чувашских коллективов, полюбоваться красотой национальных костюмов, услышать задушевные песни чувашского народа. Это село очень красивое. Вы уже сами заметили, и здесь такие вещи творились, и такие вещи будут еще. И мы вот приехали сюда праздновать. Пусть все видят, какой добрый, веселый чувашский народ. Вот. Учук у нас старинный праздник. Его еще наши предки, я прочитала, праздновали. И что они делали? Они выходили в поле, молились Богу, чтобы тура осла, чтобы придал нам дождь. А если будет дождь, будет урожай. Вот чего. А потом, конечно, приносили жертвоприношение. Самого лучшего барашка и самую вкусную шурпу готовили. И всех угощали. Устроителями мероприятий выступила региональная организация Самарской областной чувашеской культурной общества «Пихиль». В переводе означает «благословение». Вот с «Пихиль» все и началось. Потом, значит, стали образовываться Новокуйбышевские, Сызранские. И дальше далее, 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 далее. Вот. И пришел у нас очень хороший руководитель Давыдов Николаевич. Виталий Витальевич, вот, и мы благодарны ему очень даже, а благодаря ему организовались и несколько ансамблей. В городе теперь у нас пять ансамблей, танцевальная группа. И все с удовольствием мы посещаем Дом дружбы народов. У нас есть свой дом. И это нас очень радует. Очень радует. Есть где собраться, веселиться, ну и пообщаться со своими друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok Этот праздник традиционно вот уже несколько лет подряд проходит в этом селе. Поэтому не случайно присутствие и поддержка администрации муниципального района Сызранский. Мы очень рады, что на нашей территории Сызранского района проходит замечательный праздник Учук. Все жители нашего района чтят и почитают все традиции, культурные ценности любых народов. Сызранский район, он многонационален, поэтому мы очень рады, что именно на нашей территории собираются все национальности и проходят такие замечательные мероприятия. Чуваши – одна из коренных национальностей, проживающих на территории Поволжья. Их культура самобытна и многообразна. Очень спокойный, трудолюбивый народ. Мы никогда вперед не идем. Мы всегда с русскими и никогда мы не уйдем из России. Потому что наш творец Иван Яковлевич Яковлев сказал – дружите с Россией и вы не пропадете. Трудолюбивый народ. Ответственный. Ну, красивые люди. Легко с ними общаться. Они, в общем, по духу, по смыслу, вот как одно целое с нами. Мы всегда дружили. И вот сколько я читаю литературу, они всегда дружный народ. Это люди по Волжье. Учук – общесельское полевое моление об урожае, тепле и дожде. Учук уходит корнями во времена далеких предков. Они проводили обряды и устраивали народные гуляния, чтобы все беды обходили их стороной. Всходы вовремя поливал дождь, а на земле был мир. Такую же смысловую нагрузку несет праздник и в наши дни. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот тот обряд, который сегодня будет проводиться на этой красивой поляне, называется учук. То есть это моление, когда у Всевышнего просишь, то есть читают молитвы, просят, например, если давно не было дождя, просят об этом у Всевышнего. Просят здоровья, просят хорошего урожая, чтобы людям жилось лучше. То есть вот по этим многим причинам вот такие обряды проводятся. Обряд, конечно, очень интересный. Проводится на чувашском языке, естественно. И на этот праздник съехались чуваши из многих городов и весей Самарской области. Надежда Варамаскина родом из Челновершинского района. На чувашском говорит с детства. Душа всегда тянулась к культуре чувашского народа. Сохранение национальной культуры особенно ощущается именно в селах. Здесь и разговаривают на родном языке, соблюдают обряды, проводят праздники. А элементы народного костюма используют и в повседневности. Есть, конечно же, еще костюмы, которые носили наши бабушки, носили наши прабабушки. Это прекрасные костюмы. В каждом селе, конечно же, свои костюмы имеют свое какое-то значение. На наших сценических костюмах тоже имеются разного вида узоры. Каждый узор означает свое что-то конкретно. Это и здоровье, означает здоровье, означает солнце, означает улыбку, радость. Ну, то есть все, что полагается. В начале встречи все коллективы собрались на лесной поляне и стали водить хоровод, исполняя при этом песни, знакомые всем чувашим. Участники праздника были в красивых костюмах, которые выделялись яркостью, насыщенностью цветов, а различались рисунком вышивки, головными уборами. А затем спустились на импровизированную сценическую площадку, где развернулось основное действие. Коллективы были награждены благодарственными письмами областного Дома Дружбы Народов за большую работу в деле сохранения национально-культурных традиций и формирования толерантности в сфере межэтнических отношений. Чтобы все, посмотрев сегодняшний обряд, наш праздник, задумались о том, какая богата наша национальность чувашская, какие традиции имеем, какие блюда национальные. То есть вот это все передается, я думаю, что с маленького возраста уже. И полились песни, и начался пляс. По всему было видно, что здесь собрались близкие люди, которые хорошо знают друг друга, интересуются новостями в коллективах, с удовольствием слушают новые мелодии. А в заключение праздника, тоже по старинной традиции, всех участников угостили шурпе, то есть шурпой из барана, который был принесен в жертву духу плодородия. На празднике выступили чувашские фольклорные коллективы Хавас, Сызранский район, Атал, город Сызрый, Тарават, Хавас, Илем, Уяр, Сеспель, город Самара, Сеспель, город Новокуйбышевск и многие другие. ПЕСНЯ Учуг проводится еще и для того, чтобы молодое поколение знало, как жили и как должны жить чуваши. Это не театрализованное шоу бабушкам, которые произносили молитву в почетном возрасте. Они живут этим, искренне, от всей души общаются с природой, народом. А природа – это все. Это все. Это крылья наши, это наш дух, это наше все. Это наша жизнь. Вы нашли время, приехали сегодня на этот праздник. Для чего? Чтобы помнить о своих предках и передать своим внукам. Вот это торжество, которое передается из поколения в поколение, что передали нам бабушки наши вот эти наряды. Все полностью. Красота ведь неописуемая. Вот ради этого и я приехала. Праздник национальной культуры получился ярким, самобытным, теплым, душевным и очень зрелищным. Свадьба, плуга и земли. Именно так переводится с чувашского название весеннего праздника Акатуй. В начале лета чуваши широко и шумно отмечают окончание пассивных работ и встречают жаркие дни. В Самаре торжество прошло в Доме дружбы народов. Нина Волкова с гармонью на «ты» уже больше полувека. Это семейная традиция. Ее мама играла на этом инструменте. Свое мастерство женщина развивала в селе Усаклы Кляминского района. Признается, играть для своих земляков – одно удовольствие. У меня девчонки все певчие были в деревне. По этой части народ очень был, надо сказать, развитый. Не надо было никому. Пой вторым голосом, пой первым голосом. Мы все сами прекрасно. Достаточно было намек дать и все. Сегодня Нина Волкова играет в ансамбле «Хавас». Коллектив принял участие в праздновании Акатуя. Это ежегодный традиционный чувашский праздник, посвященный земледелию и окончанию весенних полевых работ. Чуваши в этот день собираются для того, чтобы поздравить друг друга с приходом лета, встать в общий хоровод, спеть любимые песни и готовить традиционные блюда. Если наблюдать за этим праздником, то мы видим, что этот праздник проходит с песнями, с танцами, с борьбой. Кирижу называется. В Самаре также регулярно отмечают этот день праздничным концертом, который проходит при поддержке городской администрации и Дома дружбы народов. ПЕСНЯ 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 С песнями и номерами, которые прозвучали на концерте, артисты представили Самарскую область на фестивале чувашской культуры, который прошел в Чебоксарах. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ